Демонстрация силы и военной техники на парадах И показательные выступления с патриотическими песнями для ветеранов В России День Победы всегда пытались отмечать с огромным размахом Особенно во время правления Путина Чтобы напугать Запад и показать россиянам, как страна заботится о своих героях Но так ли это? Давайте откроем матрешку и посмотрим, зачем на самом деле Путину праздник Победы И как ветераны России выживают от мая до мая День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таем галек Это странное видео появилось в сети за несколько дней до 9 мая Пропагандистский ролик, в котором молодые девушки в военной форме прыгают на батутах под песню День Победы Не менее странно выглядит и эта патриотическая постановка на пилоне По уровню маразма это выступление перещеголял танец голого мальчика Ребенок в одних трусиках марширует на окне Пока русские 9 мая кричали «можем повторить», весь мир почитал память людей, которые умерли за мир Пока русские солдаты убивают мирных украинцев, женщин и детей, русские матери делают малолетним сыновьям стрижки с символикой «З» И покупают им игрушечные танки и БТР Россиянам с детства внушают, что они нация победитель Россия победит И учат почитать героев Великой Отечественной войны Но знают ли эти дети, чьи портреты они несут, преодолевая нелегкий путь? Через ямы, лужи, грязь и бездорожье Даже взрослые русские, судя по всему, не знают своих героев в лицо Ведь во время праздничного концерта 9 мая на Первом канале среди кадров военной фотохроники Попалась фотография двух американских преступников Бонни и Клайда И не странно, что сразу после окончания торжественного парада портреты героев оказываются среди мусора Вот это почет! Как говорится, своих не бросают И пока пропагандистский зомбоящик вещает о величии русской армии И исключительном вкладе России в победу во Второй мировой Русские ветераны доживают свои последние годы в нищете В 1957 году за этот бой Николай Иванович получил самую дорогую для себя награду – медаль за отвагу Однако награда действительно оказалась самым дорогим, что есть в жизни простого российского ветерана Ведь в доме, где живет ветеран войны, не работает даже лифт Как истинный военный, Николай Пескун намеревался спуститься во двор, чтобы послушать, как играет оркестр Но по злому стечению обстоятельств, лифт этим утром в доме ветерана не работал И такая жизнь победителей войны в России – норма На фронте они привыкли жить в окопах Вот и в мирной жизни спустя 77 лет после победы потерпят А значит провести торжественное мероприятие в типичном русском дворе Среди грязи и развалин вполне нормально Конечно, если речь идет о жизни ветеранов России Как неприятно за нашу мэрию, за ветеранов, что в таком говне им праздник сделали Не пройти, не проехать Это же какой позор Поблагодарили за великую победу как смогли Видимо, все деньги ушли на войну в Украине Даже на достойный парад в этом году не хватило Во-первых, техники было намного меньше, чем в предыдущие годы правления Путина Но по телевизору это преподнесли как символический жест Мол, техники в этом году было столько же, сколько и в 45-м Во-вторых, Россия почему-то отменила воздушную часть парада По телевизору это объяснили плохими погодными условиями Но почему-то в предыдущие годы дождь не был для Путина помехой В 2021-м он потратил больше, чем полмиллиона рублей на то, чтобы разогнать тучи А во время войны с Украиной этих денег найти не смогли Видимо, потратили все на так называемую спецоперацию Которая с первых часов пошла не по плану Ведь каждый день войны обходится Кремлю очень дорого От 500 миллионов до 20 миллиардов долларов Вы хоть представляете, сколько за эти деньги можно было отремонтировать дорог в России Или построить больниц? Но по зомбоящику об этих тратах ни слова Не говорят в русских новостях и о том, что Россия уже потеряла около 200 самолетов Так может дело в том, что на параде летать было не на чем и некому? А воздушное представление резко отменили из-за неисправности самолета судного дня Ил-80 На репетиции он еще летал над Красной площадью А в новостях анонсировали его участие в параде Ил-80 называют самолетом апокалипсиса Его участие в параде считают намеком Путина на ядерную войну и демонстрации силы Что же представляет из себя этот самолет судного дня? Такие самолеты предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства На случай ядерной войны Так что ж это получается? В случае, если ядерная война начнется в дождливую погоду Этот самолет не взлетит? Или же попросту упадет? Судя по этому видео, мирные русские жители такого развития событий не исключают И чтобы перестраховаться, крестят воздушную технику Которая во время репетиции парада пролетала над их домами Самолеты летают над центром Петербурга Репетиция к параду летит что-то Что-то Прямо на Невском проспектах летят Женщины их крестят, крестят Наблюдают за себя на балкончике и крестят Самолеты Так сказать, возлагают ответственность и надежду на бошью защиту Ведь во время репетиции таки случилось несколько неприятных инцидентов Вот автобус с участниками репетиции парада провалился в фонтан на Площади Свободы А вот зенитный ракетный комплекс ОСА, направляясь на репетицию военного парада, застрял под мостом во Владивостоке Но об этих конфузах русские СМИ решили умолчать Показали скромный парад и абсурдную речь президента Который всего в двух словах вспомнил о героях Великой Отечественной войны Основная часть его речи с бумажки была написана о российских вызволителях, которые воюют в Украине И ни слова о позорных поражениях своих солдат Возможно, имел в виду взятие стиральных машин Хотя, глядя на далеко непобедное выражение лица Путина, становится понятно Побед у этой страны Больше не будет